Как прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам программы МБА? Кто кого? Весна-зиму или наоборот? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Высшую школу Государственного и Муниципального управления Казанского Федерального Университета для обмена практиками реализации антикоррупционного законодательства посетили представители Комитета государственной службы и кадровой политики правительства Санкт-Петербурга. Во встрече приняли участие представители города на Неве. Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга Алексей Домокур. Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров администрации Василия Островского района Санкт-Петербурга Татьяна Ларина. Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Людмила Малашук. Республику Татарстан на мероприятии представляли заведующие отделом антикоррупционных проверок управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Равия Шерша. Заместитель руководителя департамента заведующей отделом развития государственной службы Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Эдуард Сафин. Заместитель руководителя департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан Андрей Беденгов. Заместитель директора ВШГМУ Наталья Аксенова. Эдуард Сафин рассказал присутствующим о кадровой политике Республики Татарстан. Отметил, что ее определяет Раис РТ Рустам Мениханов. Он познакомил гостей с указом Раиса Республики Татарстан об основных направлениях развития государственной гражданской службы РТ на 2021-2025 годы. А также объяснил, как реализуется государственная программа развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан. Все три структуры администрации Раиса, Кабин и Советы муниципальных образований утверждают комплексный план обучения служащих и в нем порядка 200 программ. То есть, если говорить про, скажем так, виды этих программ, то, конечно, большинство программ, наверное, более 50% это ДПО, это программа повышения квалификации. В этом году у нас такая серьезная программа профессиональной подготовки запущена. Современная руководитель в сфере государственного и муниципального управления называется. Там у нас линейные руководители на данной программе, начальники отдела, начальники управления, потому что для заместителей министров и для первых лиц, для вице-примеров, для министров, у нас, конечно, зачастую программы отдельно готовят, хотя вот сюда приходят в высшую школу, очень часто, скажем так, наряду со специалистами приходят заместители министров, просто обучаются на стандартных программах и тренингах, поскольку, ну, достаточно программы качественные. Время, друзья, не надо соврать, мы программы готовим очень серьезно, пока не стараемся. В частности, программы по противоводействию коррупции мы, наверное, не один круглый стоп проводим, ближе, чем программа состоится, да, то есть мы, скажем так, со всеми экспертом собираемся, обсуждаем, ну, как минимум, там, один или два раза, чтобы программа, скажем так, ее содержание было, ну, более оптимальным, скажем так, востребованным, актуальным для наших случаях. 29 марта в Казанском федеральном университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам программы МБА. Подробнее о программах завершившегося обучения и об официальной части награждения узнаете в следующем сюжете. По традиции, церемония вручения дипломов выпускникам программ МБА высшая школа бизнеса КФУ состоялась в императорском зале университета. На ней собрались 25 дипломантов и множество почетных гостей. Мероприятие началось с торжественного выхода выпускников в Мантиях и конфедератках под студенческий гимн Гаудиамус. МБА или магистр делового администрирования – это квалификационная степень магистров в менеджменте. Программа МБА в Казанском федеральном университете имеет международную аккредитацию АМБА. Общее количество выпускников с начала ее действия составляет 1285 человек. Этот выпуск стал 28-м. Официальная часть открылась приветственным словом первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского. Здесь выступали нобелевские лауреаты, руководители многих стран. И сегодня не менее значимый день в жизни нашего университета, в жизни высшей школы бизнеса, поскольку сегодня мы вручаем дипломы об окончании программы по мастеру делового администрирования выпускникам 2024 года. Главное событие торжественной церемонии – долгожданное вручение дипломов. Оно прошло под руководством первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского и генерального директора АО «Связь, инвест, нефтехим», председателя Международного попечительского совета высшей школы бизнеса КФО, председателя итоговой аттестационной комиссии по программе МБА Валерия Сорокина. Каждый из выпускников получил заветный диплом и нагрудный значок. По завершении этой части с поздравительной речью выступила директор высшей школы бизнеса КФО Алсу Ахмедшина, которая подробнее рассказала о программе МБА, о том, какой нелегкий, но интересный путь прошли дипломанты 28 выпуска и поблагодарила преподавателей и партнеров высшей школы бизнеса КФО. С недавнего времени мы делаем наборы весной и выпускаем их весной. Как правило, это небольшие группы, поэтому сегодня выпускается 25 человек. Из них 15 человек – это руководители сетевой компании. Это компания, с которой мы уже много лет сотрудничаем с 2000 года, со дня запуска программы. В нашей программе МБА сегодня 23, вот уже 24 год пошел. С ответной речью выступил и один из выпускников программы МБА. Он поздравил однокурсников с успешным завершением программы, выразил благодарность Казанскому федеральному университету за возможность обучения на площадке высшей школы бизнеса и поблагодарил руководство и сотрудников школы за поддержку, заботу и, конечно же, полученные знания. Самая ключевая мысль, которая вышла со мной вместе с обучением, это о том, что бизнес – это счет. И на самом деле, какая ни была креативная идея, любой там стартап, что угодно, все необходимо именно просчитывать. И я очень благодарна как раз нашей бизнес-школе, потому что оно донесло мне эту важную мысль. Я выхожу с поиском хорошего финансиста для себя лично и для своих будущих бизнес-идей. Когда поступали учиться, мы думали, наверное, это будет очень трудно, долго, но пролетело все как одно мгновение. Это было очень интересно, познавательно, очень много знаний получили. Мы очень рады, что отучились. Торжественный вечер завершился совместной фотосессией и подкидыванием конфедераток. Несмотря на то, что программа MBA завершилась, карьерный путь участников в самом разгаре. За время обучения магистры успели не только получить и укрепить навыки эффективного управления устойчивого бизнеса, но и обрели новые знакомства, которые в дальнейшем могут перерасти в общие успешные проекты. Те компетенции и навыки, которые дипломанты получали в течение двух лет – это, безусловно, тот багаж, который может изменить жизнь как самих выпускников, так и населения в целом. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости. Погода в марте этого года выдалась неоднозначной. Утром жарко так, что вся снежная масса незамедлительно начинает таять. Ночью холодно. Все, что уже успело превратиться в жидкость, замерзает с небывалой скоростью. А днем следующего дня идет проливной дождь, который у всех на глазах превращается в снег. Эксперт Казанского федерального университета поделился с нами научными наблюдениями и ответил на главный вопрос жителей республики – когда же нам ждать лето? Совершенно непредсказуемая во всех смыслах минувшая зима повергла в шок метеорологов и жителей города. Удивительно низкий температурный уровень, количество выпавших осадков и периодическая кардинальная смена цифр на градусниках заставила исследователей сделать предположения, которые в дальнейшем не оправдали ожидания. Март оказался теплым, вопреки прогнозам метеорологов, и даже аномально теплым, ведь его средняя температура составила минус полтора градуса. Подводя некоторые итоги марта, отметим, что март, вопреки всем прогнозам, оказался аномально теплым. Средняя температура марта составила минус полтора градуса, что выше климатической нормы – на два градуса. В то же время те опасения про самый засушливый март в истории также не подтвердились. И март под самый занавес этого месяца все-таки выполнил норму по осадкам. Говоря о прогнозах на апрель, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Ауходеев упомянул, что учитывая данные, которые были получены в марте, погода апреля также порадует горожан уровнем выше климатической нормы, который составляет плюс 4 градуса по Цельсию. Говоря о предстоящей перспективе, отметим, что апрель прогнозируется по долгосрочному прогнозу, прогнозируется аномально теплым, то есть выше климатической нормы. И это второй подряд апрель, который превзойдет наиболее вероятно норму по температуре. Напомню, что норма температуры апреля это плюс 4 градуса. Говоря о ближайшей декаде, отметим, что ближайшие декады также прогнозируются с аномальным теплом, примерно на 3 градуса выше климатической нормы. Норма для этого периода составляет около плюс 2 градусов. Таким образом, мы ожидаем ближайшую декаду с температурой плюс 5 градусов. Кроме того, эксперт поделился информацией о предположительной погоде на весь вегетационный период, включая лето. По данным синоптиков, он будет держаться в пределах климатической нормы. Однако июля этой информации не касается. Этот месяц порадует жителей республики положительной аномалией, а значит, станет пятым подряд июлем превосходящим по температуре климатическую норму. Забегая немного дальше, отметим, что также существует вероятностный прогноз и на весь вегетационный период, включая летние месяцы. И весь вегетационный период прогнозируется у нас в пределах климатической нормы, за исключением июля. Июль прогнозируется с положительной температурной аномалией. И это может стать пятым подряд июлем теплым, превосходящим климатическую норму по температуре. Упоминая осадки, Тимур Ауходеев обрадовал граждан. Ближайший к нам месяц апрель будет характеризоваться количеством осадков близким к норме 38 мм. Он отметил, что любая положительная динамика в температурных колебаниях, а именно такими выше климатической нормы ожидаются май и июнь, сопровождается засушливостью или же недобором осадков. Говоря про осадки как минимум ближайшего месяца, отметим, что апрель прогнозируется близким к норме по осадкам. Осадки апреля – это около 38 мм норма. Говоря о дальнейших месяцах, отметим, что, как правило, положительная температурная аномалия в летние месяцы, она сопровождается недобором осадков, то есть засушливостью. И таким благоприятным, наверное, фактором является то, что июнь и май прогнозируются близкими к климатической норме. А напомню, что по исследованиям, лимитирующим в урожайности фактором является тепло- и влагобеспеченность. Именно мая и июня именно тогда закладывается потенциал для будущего урожая. Несмотря на то, что погода последних дней удивляет жителей Республики Татарстан своей неоднозначностью, ее характер проявляется как в летнем, так и в зимнем виде, важно заметить, что подобные перепады спровоцировали увеличение высоты снежного покрова. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, следующая неделя положит начало ускоренному таянию снега. Уже к первой декаде апреля от него не останется и следа. Действительно, у нас погода последних дней действительно проявляет себя очень капризно, показывает нам как зимний характер погоды, так и летний. В то же время отметим, что осадки последних дней сыграли не только на повышение высоты снежного покрова, но также осадки в виде дождя за один день уменьшили высоту снежного покрова на 10 сантиметров. Отметим, что в настоящее время высота снежного покрова на метеоплощадках составляет около 35 сантиметров, что совпадает с климатической нормой. И напомню, что ближайшая декада прогнозируется аномально теплой, что спровоцирует быстрое таяние. Таким образом, у нас сход снежного покрова прогнозируется в сроки близкие к норме, а это первая декада апреля. Многие казанцы уже не верили в то, что зима сможет быстро сдать свои позиции и освободить их от холодного времени года. Однако приближение лета и прогрессирующая весна дали о себе знать, и вот уже совсем скоро снежная красавица уступит дорогу теплу, солнцу и зеленеющей траве. Елизавета Газизянова, Кристина Отекина, Николай Осуховский, Универновости. В набережной Челнинском и Елабужском институтах Казанского федерального университета прошел заключительный этап масштабного фестиваля «Студенческая весна», который подарил зрителям незабываемые эмоции и новые выступления талантливых студентов вуза. Завораживающие концертные номера, танцы, песни и драматические постановки не оставили никого равнодушными. Многие будут скучать по главному ежегодному событию университета, но главное, что следующий год обязательно откроет новые грани талантов и удивит всех снова. Подробнее расскажем в одном из наших следующих сюжетов. Департамент по молодежной политике совместно с Общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта Казанского федерального университета приглашают семьи сотрудников, преподавателей и учащихся к участию в спортивной эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья». Спортивная эстафета пройдет 21 апреля в 10 часов в спортивном блоке КСК КФУ «Уникс». В рамках мероприятия планируется проведение спортивных конкурсов и состязаний, а также работа интерактивных площадок для детей. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok